Особое мнение на 101FM Михаил ездил туда в качестве эксперта, если я не ошибаюсь Да, и, наверное, может нам рассказать о трендах вообще, которые сейчас в России И о том, в какую сторону развивается вот эта вот вся история с нашими, не знаю, гражданскими инициативами И нашими совместными действиями Нашими, я имею в виду, гражданами Да, то есть так вроде как-то ты печально так рассказываешь Но на самом деле последний месяц выдался очень насыщенным в сфере инициативного бюджетирования Это всегда так происходит, потому что ближе к концу года появляется возможность для того, чтобы все, скажем так, вышли из полей, подвести какие-то итоги Это и наш семинар, который состоялся в Кировской области, Кировские измерения В конце октября или ноября Да, конец октября Да, все правильно Потом был семинар в Нижегородской области, который состоялся 3-4 декабря Был посвящен IT-технологиям 9 декабря состоялся семинар в Великом Новгороде Был посвящен инициативному бюджетированию, который в Великом Новгороде развивается очень, так скажем, динамично И приятно очень, что очень, так скажем, такие смысловые и ценностные ориентиры в большой степени были заимствованы у нас Из нашего региона и команда, которая работает по реализации проектов, она очень тщательно, скажем так, старается соблюдать те основные принципы, которые связаны с добросовестным участием Чтобы не было имитации бурной деятельности, что со стороны муниципалитетов Чтобы диалог выстраивался максимально, скажем так, качественно И доверие, в общем-то, является ключевым таким элементом Кроме этого был И я так получилось, что я на всех этих мероприятиях присутствовал Между этими мероприятиями еще посетил два мероприятия в Сургуте и в Сургутском районе Тоже они были связаны для меня с инициативным бюджетированием А для всех участников, скорее, они были связаны с теми возможностями, которые сегодня предоставляются гражданскому обществу Со стороны бюджета, со стороны ресурсных организаций То есть чем можно пользоваться? И, честно говоря, вот если брать уфимские мероприятия Конференция Конференция именно, научная конференция Научная история Да, она причем придумана и разработана нашими коллегами Это научный руководитель Нина Филиппова, которая у нас в студии недавно была Да, на самом деле, это, наверное, такая, вот на моей памяти первая попытка С научной точки зрения осмыслить, что такое местное сообщество Что такое вот эта вот гражданская ячейка общества И каких-то таких, ну, скажем, желаний, интересов люди собираются вместе Никто их не заставляет, никто их этому, по сути, ну, может быть, сейчас и учат, да Но такого научного, скажем так, метода построения местного сообщества до сих пор не выработано И вот что такое местное сообщество, как оно организуется, как оно проживает свою жизнь За счет чего оно развивается, как раз об этом и говорили Очень высокий уровень экспертов был Ваш покорный слуга Я рассказывал даже не про инициативное бюджетирование, а скорее про партиципацию Про то... Как граждан вовлекать? Как вместе с гражданами создавать вот этот вот научный такой партиципативный подход Не наблюдать снаружи, не устанавливать определенные правила и смотреть, как это сообщество развивается А как со стороны и науки, и власти, как бы заходить внутрь этого сообщества И вместе проходить и проживать определенный путь развития От момента становления до момента, наверное, угасания Потому что у любого общества, у любой ячейки, так скажем, путь, он все равно существует В определенной такой временной перспективе Михаил, запрос-то есть на сообщество? Есть В обществе запрос на сообщество есть? На сегодняшний день он очень большой А мы можем как-то проанализировать, то есть вот это о каких регионах идет речь? Форматы Кировской области, да, более обеспеченные регионы, менее обеспеченные регионы? Вы знаете, есть везде, то есть я могу привести пример по двум регионам Не очень обеспеченные, это наш регион, но это так мягко сказано, бедный регион Есть Ханты-Мансийский, там округ Мы понимаем, два полюса Да, это действительно полюса с точки зрения бюджетной обеспеченности, с точки зрения доходности, богатства и так далее Запрос есть и у нас, и там Я могу сказать, что на уровне простых жителей, простых людей, рядовых граждан, скажем И даже на уровне работников муниципалитета запрос на то, чтобы голос был услышан Чтобы иметь возможность соучаствовать в развитии местного, скажем так Того места, где ты живешь Он везде есть, и он очень большой Он реализуется по-разному Потому что там, где есть средства, там есть, ну, в большей степени понимание у чиновников То, что мне сказали сделать, я должен сделать Ну, вот как бы так Там, где более бедная, что ли, администрация, да Там запрос, а давайте сделаем вместе Мы понимаем, что это нужно сделать Вы понимаете, вы поучаствуете, и мы максимально поучаствуем И таким образом, ну, поддержим там наиболее активное, наиболее значимое, наиболее живое, скажем так, местное сообщество А то, что запрос есть везде, это неоспоримо То есть всю Российскую Федерацию мы сейчас ездим Встречаемся, никто не ставит под сомнение То, что, скажем так, диалог власти и местных сообществ И работа совместная, она, ну, просто вот как отча наша нужна И без нее, собственно, на сегодняшний день, ну, что-либо изменить очень мало Власти это понимают? То есть люди, я поняла, люди понимают, людям это нужно А вот понимают ли власти, что надо как-то совместно работать И сообщество какое-то создавать, и в жизни этого сообщества придется участвовать? Знаете, у нас как-то, мы сейчас живем в таком очень динамичном времени, да? То есть мы с утра... Когда власти меняются постоянно? Нет, я... К тому, что у каждого человека жизнь, она очень быстро меняет Там проехал на машине, поработал в компьютере, зашел в почту проверил Провел совещание, поучаствовал в собрании, там, и так далее И так как это все очень быстро меняется, то власть очень быстро начала перестраиваться То есть вот здесь нужно с трибуны сказать правильные слова И человек выходит и говорит правильные слова А главное, чтобы он потом еще действие правильное делал? Для того, чтобы он правильное действие провел, он должен честно понимать свою, ну, как бы, скажем так, если уж совсем цинично, выгоду То есть чиновник должен понимать выгоду от взаимодействия с гражданским обществом или, там, местными сообществами Если он этой выгоды не видит и не понимает, как можно с ним так работать, чтобы был плюс в обе стороны, скажем так, да? Он и не будет этого делать И, соответственно, сегодня очень большая задача, скажем так, и у гражданских просветителей, и у тех людей, кто обладает Вот этим пониманием, вот этих тонких материй, когда показать чиновнику то, что ты не просто имитацией занимайся Потому что ты понимаешь, что тебе дорогу ты можешь отремонтировать, просто заключив муниципальный контракт, проконтролировав качество, ну, в общем-то, и сделал дорогу А вот вопрос, где сделать дорогу? Вопрос сделать ее так, чтобы потом у дороги появился хозяин, чтобы за ней следили, чтобы ей радовались этой дороги Вот это те моменты, на которые на сегодняшний день большинство чиновников, ну, не дает себе отчета и ответа Для них это ход, они ходят на работу Для них это корпорация в виде муниципалитета, в виде, там, не знаю, там, правительства регионального или, там, российского допускают То есть они в рамках этой корпорации занимаются своей хозяйственной деятельностью Из этой хозяйственной деятельности очень часто человека они просто не видят И вот как вернуть это вот мышление человека, который, в общем-то, выбрал своей деятельностью службу Муниципальная, это служба, государственная служба, муниципальная служба А служба это не работа Это служение 24 на 7 В режиме 24 на 7, все верно И если ты, ну, ходишь на работу с 8 до 5, там, да, работаешь по инструкции, находясь на службе То тут возникает, конечно, диссонанс очень большой Михаил, мы можем сказать, вот какой примерно процент, по вашим ощущениям, сейчас в России чиновников Воспринимает свою работу как службу, а какой как работу с 8 до 5? Есть такой закон Парета, да, то есть все делится в соотношении 20 на 80 Так, то есть 20% воспринимают как службу Да Это уже неплохо Михаил Шевелев в нашей студии, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования Сделаем сейчас перерыв на 20 секунд и вернемся Особое мнение на 101FM И сегодня это особое мнение Михаила Шевелева, руководители Альянсов консультантов инициативного бюджетирования Остановились на том, что 20%, 20% российских чиновников уже воспринимает свою работу По ощущениям Михаила, да, воспринимает свою работу не просто как работу с 8 до 5, а все-таки как некое служение, да Ну, в том числе, там, не знаю, государству, если можно так сказать громко, да, или гражданам Вот, об инициативном бюджетировании Я, Михаила, спрашивала, там, да, где востребовано, что и как Мы просто уже не первый эфир делаем по этому поводу И вот эту вот тему зацепляем В свое время Кировская область была пионером этого движения, да Мы ей 10 лет отметили этой осенью Вот, в последние там годы, наверное, вот вы, как эксперты, отмечаете, что пальму первенства наш регион начинает утрачивать потихонечку Потому что подключаются и более обеспеченные регионы, и более, кстати говоря, более энергичные, что ли, вот можно сказать, просибирские регионы, наверное Более голодные, да, совершенно верно Что в Кировской области происходит сейчас по ПМИ? Я, насколько помню, в декабре как раз был начат прием заявок, да, и где-то к февралю примерно должны быть посчитаны, ну, там, общие итоги Подведены итоги, да Да, подведены Есть ли какой-то промежуточный итог? Можем ли мы говорить, что динамика какая-то положительная или отрицательная существует? Ну, давайте я, наверное, подведу промежуточный итог, потому что благодаря информации, которую мне предоставили Министерство социального развития, она у меня немножко есть статистики Вот, а я сейчас, чтобы не ошибиться, сразу посмотрю Да, сейчас Михаил сверится просто с цифрами Это 495 заявок в итоге сформировано Почти 500 Мы поучаствовали в качестве консультантов в этом году порядка 530 мероприятий Сопроводили, то есть и дни 495 заявок, это очень такой большой результат В последнее время, по нашим ощущениям, да и по статистике, наблюдалось определенное снижение востребованности, потому что были сложности Ресурсные Да, мы понимаем, что, во-первых, не было гарантии с финансированием со стороны областного правительства, потому что там каждый раз затягивалось это все, да Сколько денег выделят на реализацию проекта? Было дело, я помню, мы обсуждали Ну, затягиваются вот эти вот моменты у нас Бюрократически В какой-то момент они отошли на второй план, потому что за 10 лет, в общем-то, такая уверенность в том, что это будет в следующем году, она есть Да, несмотря на все сумасшедшие минусы, я рассказываю в других регионах, как у нас это выстроено Да, они просто говорят, а как вы вообще работаете? То есть, кто вам верит? То есть, а просто потому, что за время вот 10 лет, которые прошли, действительно, и у муниципалитетов, и у жителей появилась уверенность в том, что это будет на следующий год То есть, в каких режимах, там, сколько будет, там, сколько победителей, это вопрос второй, потому что, в общем-то, ну, дравый смысл говорит о том, что отказываться от этого нельзя Но, тем не менее, был спад такой достаточно существенный, в прошлом году было подано порядка 447 заявок на вот этот первый этап, когда отбирает Да, этап допуска до конкурсного отбора В процессе конкурсного отбора могут быть тоже там определенные изменения, но незначительные Ну, как правило, уже те, кто запущены, там уже внутренняя работа конкурсной комиссии осуществляется Но два года назад таких заявок было 518, а три года назад была 501 заявка То есть, мы говорим о том, что мы возвращаемся на уровень трехлетней давности То есть, пас закончился и произошел рост Я должен сказать, что вот по этой статистике интересно то, что рост произошел за счет участия жителей городов То есть, в этом году, если в прошлом году было подано 120 заявок от городских округов Тех, кто участвует в конкурсе городских округов, да То в этом году в городском конкурсе участвуют, подали заявки 168 заявок То есть, практически на 50, на 48 заявок больше Это очень существенный рост, более 20%, почти 24% Вот, и я должен сказать, что это скорее связано с тем, что в городах вдруг осознали Возможно, в городах появилось больше инициативных жителей, да В городах появилось понимание того, что это реальная возможность что-либо изменить Да, на самом деле, просто в городах появилось больше объектов, которые были изменены Благодаря там и проекту поддержки местных инициатив и другим каким-то благоустроительным проектам Люди просто увидели, да, что это работает Да, да, да Корее всего, именно то, как это... Он стал одним из основных инструментов для работы в городах По общественным пространствам, по дополнению общественных пространств в определенной небольшой инфраструктуре По работе в малых территориях Это все, кстати, очень серьезно работает у нас Если сравнивать с другими регионами, то, честно скажу, то, что вот мне и моим коллегам сейчас очень тяжело ездить По одной простой причине Нам становится все тяжелее доносить свои смыслы, свои ценности и свою суть работы Потому что появление большого количества новых субъектов, которые не слушают никого То есть, которые берут какие-то готовые шаблоны из интернета Считают сами себя учеными в этом вопросе Они начинают запускать проекты, ну, как бы, наверное, не заботясь о том, что будут совершены ошибки Не заботясь... Кажем так, доверие уходит на второй план На первый план выходят такие, опять же, плановые показатели, скорее всего Так как проекты на сегодняшний день, скажем так, курируются Министерством финансов Российской Федерации Министерство финансов разработало определенный свой перечень успешности, неуспешности, участия, неучастия регионов в этом процессе У всех критерии свои, да Появляются плюсики оценки региональных органов власти, региональные органы власти Соответственно, такие разнорядки дают муниципальным органам власти Муниципальным органам власти не всегда хватает ресурсов, знаний, опыта И они, собственно, делают как могут А делая как могут, конечно, тут нужно пройти достаточно большой путь, чтобы чиновник увидел вот те плюсы, ради которых он и будет это делать И тут очень большие, на самом деле, вопросы, связанные с тем, как у нас выстроено муниципальное управление С качеством кадров в муниципалитетах, с качеством нормативно-правовых актов, которые разрабатываются А уж там до встречи с жителями о том, что такое собрание и как с ними поговорить Ну, практически ни времени, ни энергии не остается И нам очень тяжело, на самом деле, потому что наши стандарты, они сегодня воспринимаются как нереальные Как космические Я ездил по основному виду деятельности, по аудиту в Тамбовскую область И у меня там была возможность встретиться с администрацией в городе Мичуринске Благодаря знакомствам личным, скажем так, с руководством администрации Я просто предложил, у меня будет возможность, я готов с вами пообщаться Вот здесь инициативное бюджетирование Они говорят, ну, мы слышали, ну, давайте, раз у вас есть возможность И вы так, жест доброй воли приезжаете, мы, конечно, соберемся и вас послушаем Ну, их хватило меня слушать примерно минут 25 Так После этого было сказано, что вы, в общем-то, не знаете муниципальных реалий Это все не так, на самом деле у нас народ не такой Мы этим, ну, как бы, скажем так, и так занимаемся, но это все очень тяжело Там вот есть 44-й закон Ну, много-много аргументов мне начали проводить Я так расслабился, потому что, ну, наконец-то я попал в свою среду Где ничему не верят и, собственно говоря, можно отвечать на каждый последовательный вопрос Когда начали отвечать на каждый последовательный вопрос Приводить примеры, аргументацию и так далее То есть, ну, через час они уже были более так, скажем Ну, скажем так, ну, да, наверное, это может работать Да, наверное, этим стоит заниматься Да, но мы посмотрим, когда у нас региональные власти до этого дорастут И мы тогда, наверное, уже этим будем заниматься То есть, в Мичуринске пока ничего подобного нет, да? В Мичуринске пока ничего подобного нет Должен сказать, что, опять же, мы говорим про что-то подобное То есть, там есть хорошая работа администрации с жителями Но она выстроена по принципу того, как это всегда выстраивалось со времен советской власти То есть, есть какие-то общественные, там, активисты Вот им не все равно, они там чем-то занимаются Соответственно, их привлекают, с ними разговаривают Но сделать масштабно, открыть дверь и сказать Будь счастлив всех сюда ходящих Да, заходите все И делайте то, что вы хотите А мы вам поможем, независимо ни от чего Ну, скажем так, на это воли не хватает На это нужна действительно воля, нужны средства Нужно как-то этому мотивировать и стимулировать Сам это, в этом всем плохое У нас нет такой должности специалист администрации по инициативному бюджетированию И не будет, я думаю, Михаил А те специалисты, которые у нас есть по работе с населением, скажем так, да? По связям, сообщаются и так далее Ну, вот, если вы меня спросите, опять же, в соотношении Сколько из них политических деятелей, сколько из них нацелено на то, чтобы работать на благо города, скажем так Мне кажется, там нет политических деятелей Я подозреваю, что люди, которые занимаются связью с общественностью, они другими вещами занимаются Они на запросы какие-то оперативные отвечают А человек, который способен стратегически планировать Не знаю, там, мне кажется, никакая гордума не допустит отдельную ставку такого человека Который будет сидеть и планировать, как работать с сообществами Вот, вот тут как бы, на мой взгляд, как раз очень большой вопрос И очень большое значение вот из моей последней повестки Я бы сказал, что нужно работать с депутатами То есть нужно встречаться и работать с депутатами Потому что у нас работают с администрациями У нас работают с региональными правительствами С министрами, с губернаторами и так далее А с депутатами работа строится уже после того, как все внедрено Важно, чтобы именно депутаты стали источниками вот этой вот гражданской активности То есть я правильно понимаю, депутат любого уровня? Ну, муниципального, в первую очередь Муниципальный депутат Рекомендательное собрание там, где у нас правила условия, это другой уровень А вот депутаты городского, да Я должен отметить, что у меня была возможность пообщаться с депутатами Великого Новгорода И что говорят депутаты Великого Новгорода? Великий Новгород это город такой, где очень сильны демократические традиции Честно, вирус, он ощущается И в разговоре я услышал очень интересную аргументацию Во-первых, они готовы То есть они сами проштудировали И очень многие, скажем так, элементы инициативного бюджетирования знают При том, что в самом Великом Новгороде на сегодняшний день еще не внедрена ни одна практика Но они уже очень много прочитали Они знают зарубежный опыт, российский опыт Они знают подходы И они сформировали свою модель, которую они бы хотели видеть в городской, скажем так, конструкции управления И мой с ними разговор был очень такой интересный Я не скажу, что он был сложный, а он был сложный Да, потому что важно было ввязать в одном разговоре, который очень ограничен был по времени Интересы и депутатов Интересы администрации Интересы местных сообществ Интересы бюджета Интересы ГРБС, которые существуют И вообще того, как это все выстроено Потому что у нас ведь существует модель управления В нее нужно встраиваться Был очень интересный разговор И должен сказать, что он меня многому научил В том числе показал, например, почему у нас в Кирове работают эти практики То есть у нас в Кирове очень неплохая научная основа работы местных сообществ И работы с центров местной активности Да ладно? При том, что они реально выстроены на научной базе На научной базе выстроены? На европейской базе, я вам больше всего скажу То, что центры местной активности, вообще перевоз взят из польского То есть И вот такие вот моменты Они очень важны То есть И они откровением для меня иногда являются Как бы, да? Потому что, ну, непонятно Для меня тоже сейчас это было удивительно Мне-то казалось, что это какой-то вообще рудимент, что ли Там, не знаю, Советского Союза Нам оставшийся А вы побываете в центрах Нет, я не сомневаюсь Они там молодцы Они были и в этой студии И они очень энергичные Я просто сама структурой удивилась Что это заимствованная история Они не заимствованы Они прямо разработаны Причем у них там присутствует наука Не просто как бы местное самоуправление Там есть педагогика Я должен сказать, что Наталья Алексеевна Катаева Очень уважаемая нами, да В работах, которые я это видел В принципе, центр «Калейдоскоп» Который находится в поселке, ну, как правильно сказать Налоговой, я обычно говорю Там коминтерный, да, поселок ДСК Домостроителей Вот Я его знаю там Сколько себя знаю И должен сказать, что я такого-то, в принципе, больше нигде не встречал То есть есть определенные как бы места, да Но вот это именно локация Которая позволяет людям собираться Развиваться Поддерживать То есть, ну, целый центр притяжения созданный Он вот В детстве для меня считалось это естественным, да А сегодня я понимаю, что это, в общем-то, достаточно Уникальная история И уникальная история Михаил Шевелев в нашей студии Руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования Сделаем сейчас перерыв на рекламу и вернемся Продолжаем с Михаилом Шевелевым Руководителем Альянса консультантов инициативного бюджетирования В некотором смысле подводить итоги информационной недели прошлой, да Ну, и говорили мы об инициативном бюджетировании О том, что важно все-таки вовлекать И граждан в какие-то вещи, да И в решение каких-то проблем Михаил, остановились мы на том, что у нас в Коминтерне все прекрасно, да Там замечательно, ДСК все работает Вот, а я бы хотела вас попросить прокомментировать вот какую новость Мне казалось, у нас тоже все замечательно работает И что у нас тандем общественников и местной, как бы, муниципальной кировской власти В некотором смысле сложился То есть было понимание того, что в городе что-то нужно менять Что действительно там пора как-то Киров Немножечко цивилизовать внешне, что ли, да И была эта история с потенциалом разработки дизайн-кода То есть есть улица Ленин, для которой в пилотном режиме там это все разработано, да Планировалось в 2020 году все это разработать для всего уже города И потихонечку потом использовать Ну и, собственно, после последнего заседания городской думы выяснилось, что не случится в 2020 году прорыва Вот, потому что средства ограничены в бюджете, и это грустная история Вот, и было принято решение средства эти направить на ремонт окон в школах Вот так Дизайн-кода не будет Беспроигрышный вариант То есть отдать деньги детям Да, это всегда Что первично для развития города? Сложный вопрос Сначала потратить деньги на планы И, собственно, потом на рисунок и согласно ему строить там, да Либо потихоньку строить и получится, что получится То есть я, честно говоря... А вы за что? А? А вы за что? За какой вариант? Я? Да Я, конечно же, за картинки будущего То есть за то, чтобы эти картинки будущего рисовались, воодушевлялись И, в принципе, чтобы они, ну, стимулировали действительно, ну, как минимум оставаться Как максимум здесь работать и участвовать в том, чтобы город становился лучше Вовлекать в эту орбиту местной жизни как можно больше людей То есть вы за дизайн-код? А, я за дизайн-код За дизайн-код Конечно, но смотрите, в чем проблема, на мой взгляд Проблема, на мой взгляд, в том, что никто не понимает, что такое дизайн-код Конечно, никто не понимает Никто не понимает, с какого перепугу должен дизайн-код стоить 7 миллионов рублей Много это или мало? Если бы в городе Москве сказали о том, что у нас будет разработан дизайн-код города Москвы за 7 миллионов рублей Я думаю, что эта новость даже не попала бы в какой-нибудь топ новостей любого мал-мальского информационного издания Москвы потому что для них эти 7 миллионов, это как бы... Но для нас это деньги, Михаил. Для нас это деньги, это хорошие деньги. И в преддверии юбилея города это деньги, в общем-то, необходимые, на мой взгляд. Потому что, а как мы будем деньги просить у Москвы на то, чтобы нам выделили там в городе на это, на это, на это? Ведь Москва точно скажет, мы вам не дадим денег, потому что вы их разбазарите. Вы не знаете, что их тратить. Очень непонятно, куда вы их тратить собираетесь. Даже бумажки с обоснованиями этой картинки нет. И мне кажется, вот этот диалог, который между администрацией и депутатами происходит, и не в первый раз он происходит как некая динамо той или другой стороны по отношению друг к другу, он говорит о том, что, в принципе, у нас эта работа совместно ведется поговорить ради поговорить. Потому что работы как таковой нет. Долгосрочной, цельной. У хозяина нет, у города, который бы четко там волевое решение сказал, что здесь мы поступаем так, здесь мы поступаем так, здесь мы идем туда и так далее. Потому что у нас как бы такое, получается, место для дискуссий. И это дискуссия, которая не заканчивается ничем. Переносом там, а давайте мы потом посмотрим, это как-нибудь само рассосется. То же самое у нас происходит с перевозками, то же самое у нас происходит с благоустройством, с мусором и так далее. На мой взгляд, нужно обсуждать конкретный документ. То есть, если бы было выставлено и на всеобщее обозрение, и на публичное обсуждение некое ТЗ для организации, которая будет разрабатывать дизайн-код. То, что она должна делать вот это, вот это, вот это. По итогу должна получить вот это, вот это, вот это. Стоимость работы составляет вот столько-то, столько-то, столько. Когда эта работа будет публично, когда будут обсуждаться документы, а не некие тезисы, которые в голове у выступающего, то тогда можем говорить о том, что это вот коллективная совместная работа по формированию будущего города. Пока документов нет. Я понимаю, что эта история вот на Новый год точно так же накладывается, да, на сокращение расходов на новогодние праздники. В следующем году до 7 миллионов тоже урезались. С сегодняшних 25, да? Вот из уфы привез в историю. Пришел новый губернатор. Сказал, что наш город должен выглядеть достойно. Прежде всего для своих жителей. По-моему, прошлой осенью это было. Коллеги ездили как раз вот где-то в преддверии Нового года и говорили, что... Прошлой осенью был скандал, потому что они были не готовы. В этом году Новый год, они начали готовить в январе месяца с первого заседания. Год готовились. Они год готовились к тому, как должен город выглядеть к Новому году. Это комплексно, это не только украшение, это не только место, где жители собираются с удовольствием, фотографируются, где толпами каждый вечер стоят люди, себя снимают, фотографируют, селфи делают, с детьми приходят. Это очень красивое место. Ради чего это можно дискутировать и обсуждать? Но на мой взгляд, это ради того, что ты живешь в лучшем городе Земли. Это понятное... Тебе не обязательно ехать в Москву, чтобы сфотографироваться на фоне освещенного какого-то объекта. С другой стороны, если у нас будет темнота в новогоднюю ночь на театральной площади, то люди тоже этого не поймут. Не поймут, это правда. Как они не понимают, собственно говоря, и лед из Тюмени? Не понимают, это так. Никто не понимает. И даже жители Тюмени не понимают, судя по статьям, которые вышли в интернете. Продавать лед вообще, наверное, рентабельно очень, хотя сезонность небольшая, но тем не менее. Но в Тюмени-то, да, в Тюмени попроще со льдом. У них там, наверное, и сейчас все еще мерзнет, а не так, как у нас. У нас можно продавать только тротуары наши обледеневшие. Да, с них можно продавать. Счищать и продавать. Да, еще у меня все-таки уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что вся вот эта вот история с тем, что мы не умеем красиво презентовать и разрабатывать документы, это история в том числе от нашей бедности? Нет. Нет? Неправильно. Нет? Это вопрос профессионализма и здравого смысла. Если ты хочешь, чтобы твое решение было принято, его нужно подготовить. Чтобы его подготовить, нужно совершить определенное действие. Поработать с депутатами, поработать с общественностью. Сделать так, чтобы все знали, что ты хочешь сделать. Михаил, денег-то нет? В смысле нет? Нет денег. У нас бюджет региона составляет 60 миллиардов рублей. А мы еще денег должны. Второй момент. У нас Киров является столицей. У нас есть специальный нормативно-правовой акт, о котором Киров является столицей региона. Если у нас губернатор хотел бы, чтобы у нас столица выглядела как столица региона, то в рамках этих соглашений каких-то могли бы быть дополнительные средства на то, чтобы столица выглядела как столица. И вообще вопрос того, что это столица и какие-то расходы должна на себя брать региональная власть, это вопрос очень важный. И он на сегодняшний день никаким образом нигде не поднимается и не афишируется. Потому что вот отдали там, у вас есть муниципалитет, вы как-нибудь с ним живите. А когда приезжают Путин или Медведев, собственно говоря, и нужно там совершать определенные действия, только тогда и включается режим согласования по этим законодательным актам. Я вас хотела, Михаил, спросить еще, мы успеваем, у нас 4 минуты остается, о том, что телеграм-канал Вятский Шептун, Кировский Шептун, Вятский Шептун, простите, да, окрестил сепаратизмом. Значит, речь идет вот о чем. Ну, не секрет ни для кого, да, что у Кировской области, как у многих других регионов, есть определенная задолженность, да, так называемый госдолг. Да, и я так понимаю, что наше такое бережное, там, экономное обращение с деньгами и с этим тоже связано, что бюджет вроде как профицитный, но какую-то часть, значит, надо отдавать на покрытие вот этих долгов, да, и на то, что мы с ними расплачиваемся. И вот на прошлой неделе, собственно говоря, несколько человек об этом сказали. Это Федор Сураев, это Владимир Костин. Немножечко так Юрий Львович Шлеминзон сказал, что Москва все наши деньги забирает, да. Да, зачем мы вообще отдаем госдолг, и почему Российская Федерация не простит регионам долг, если прощает африканским странам? Ну, про африканские страны не знаю, да, а по поводу нашей модели управления, федеральной, скажем, да, то есть у нас на бумаге написано одно, в общем-то все правильно, но у нас все полномочия недостаточно подкреплены рублем. И начинается это с муниципального уровня. То есть когда у муниципалитетов денег не хватает, то, соответственно, включается режим «давай-давай». То есть регион по отношению к муниципалитетам говорит «давай-давай, ты как-нибудь уже это делай, мы вот на это глаза закроем, на это не закроем, это вот так, вот это вот так-то». Соответственно, федеральный уровень по отношению к регионам точно так же себя ведет. То есть вот вам надо сделать это, 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 вам нужно увеличить зарплату учителям, нужно сделать это, нужно сделать это, вы давайте уж как-нибудь работайте. И, собственно говоря, включается механизм здесь. Ну, денег не хватает на все, соответственно, давайте как-нибудь мы это сделаем. А почему хватает на то, чтобы оплачивать и прощать долги африканским странам, но не хватает на то, чтобы прощать долги своими? Да, намного, чего хватает денег на федеральном уровне, потому что у нас на сегодняшний день все деньги забираются на федеральный уровень, а оттуда происходит эта система датирования и распределения. И на самом деле она на сегодняшний день становится все менее и менее интересной для регионов, потому что денег, ну, собственно, не хватает, становится все меньше и меньше. Поэтому и все больше начинают апеллировать ко всем шишкам, скажем так, ну, со всем замечаниям, к федеральным органам. Это может стать трендом каким-то общероссийским, который изменит ситуацию. Это становится трендом, к сожалению, потому что тут нужно, наверное, было и властями играть на опережение, то есть и формировать каким-то образом повестку, связанную с налогообложением, с системой налогообложения. Немножко, может быть, нужно вносить изменения. То есть, причем вносить так, что у нас, видите, за счет развития гражданского общества, гражданское самосознание все равно повышается. То есть, люди начинают задавать вопросы, я же плачу налоги. И они начинают объяснять, какие налоги, куда платятся и так далее. Они начинают задавать вопросы, если я столько заплатил, если нас столько проживает, у нас столько машин, соответственно, у нас на дороге должно оставаться столько. А вот по бюджету у нас другая цифра. Вопрос, почему? Где все остальное? Вопросы по тарифам муторным, по тарифам на капитальный ремонт домов, по всем. Люди начинают задавать вопросы. И, соответственно, на них все сложнее отвечать, если действительность такова, что у нас все деньги собирает Москва, а потом раздает их. Может эта ситуация измениться? Я думаю, что она изменится. И более того, уже есть определенная декларация, даже на самом верхнем уровне, говорится о том, что мы должны больше внимания уделять муниципалитетам. И, соответственно, я ожидаю, что какое-то перераспределение в пользу муниципалитетов, финансовое перераспределение, в первую очередь, ресурсное, произойдет в ближайшее время. Михаил Шевелев, руководитель Альянса консультантов инициативного бюджетирования, с прогнозом. Посмотрим, что будет. Мы с Михаилом на этом прощаемся. И программа «Особое мнение» завершается. Всем до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM